Всем привет! С вами Феликс. И вот так вот неожиданно решил снять ролик из-за следующего ряда событий, скажем так. На днях я вспомнил про вот этот вот инструмент Али Хантер. Охотник на Али. И скинул его в группу. Скинул в группу и мне прилетела буквально через несколько минут продажа. Продажа, которая мне поступила благодаря именно этому инструменту. Как он работает? Вот это его главная страница. Я тут залогинился. Лучше залогиниться и сохранять историю просмотров, интересующие товары и так далее. Но можно пользоваться и так. У него есть соответствующее расширение тоже. Очень хороший инструмент. Он предназначен для продавцов Shopify. Но мы можем использовать его для наших нужд. Как это делается? Вот здесь есть строка поиска, в которой вы можете ввести там любые ключевые два-три слова и вам будут выдаваться всякие товары, которые в тренде на Али Экспресс. Вот я сегодня с утра, можно сказать, тут начал всякие эксперименты и И вот забил в поиск phone cover. Можно более таргетированно забить слова. Допустим, там tempered cover, чтобы приносило только пленку. Но я и телефон тут слово взял и чехол. Поэтому, видите, мне и зарядочные кабеля выдают, кабели выдают, там наушники, то есть то, что и для телефона вообще и вот эти чехлы выдают. Как бы то ни было. Это для показа, я вот сейчас так показываю. Вот берем первый же товар. Здесь много всяких разных товаров и приблизительные, вот статистика приблизительная. Правым кликом перешли сюда, вот на этот продукт. Здесь уже мы можем увидеть более подробную статистику. Вы поклацаете сами, но больше всего то, что нас интересует, это рейтинг продаж. Вот как этот товар продавался. Даже не за сколько, не цена, а вот как продавался. Здесь на общем графике 30 дней и ежедневно есть вот за каждое число, каждый день сколько штук продавалось. Чуть выше, чуть выше вот сель статус. Сегодня, вот смотрите, сегодня продано 426 вот таких вот бамперов. Ну, это по-нашему бампер называется. Это ежедневная статистика. Здесь через вот этот вот клик можно посмотреть за неделю сколько штук было продано. За неделю продано 2654 штуки. Вы представляете, продаж, количество. И, ну, и за месяц можно посмотреть сколько. 10 тысяч почти штук. Здесь, в чем смысл вообще этого инструмента? Надо посмотреть продавцам Shopify. Вот тут самая последняя вкладочка. И они, для них хорошо, чтобы такой товар, ну, любой товар, не этот. Любой товар продавало как можно меньше продавцов, владельцев Shopify. То есть, чтобы рынок, так сказать, не был перенасыщен, и они дропали отсюда для продаж. Нам же, наоборот, надо увидеть, что, да, чем больше этот товар продается, чем, вот, ну, в течение недели можно вот выставлять. Это очень хороший показатель для нас. И отсюда уже плясать. Если товар продающийся, значит, он продается. Детали можно посмотреть здесь. Здесь, то есть, это будет описание, description. Здесь, review, здесь аналогичные товары. Вот, опять же, то, что для нас важно, вот здесь, вот, через этот клик. Смотрим, кто же еще продает такой товар. И вот целый список. И сразу здесь, рядышком пишется, это дороже на 2,52. Это, здесь продаж больше вот этого товара. Здесь это по копейке, то под акцию. Здесь выше, здесь и так далее. Вот, в общем, рядом, вот здесь, идет анализ подобного продукта. Чтобы далеко не ходить, не лазить по всему Алиэкспрессу. И здесь мы, значит, берем интересующую нас информацию. После того, как предварительно все это посмотрели, нас устроило, вот через эту нижнюю вкладочку уже переходим на сам Алиэкспресс, на сам продукт. И смотрим здесь уже, его окончательно. Здесь, вот видите, вот эти вот таблички. Это, опять же, от этого расширения этого сайта. Вот здесь можно загружать те же картинки, видео. Вот кнопочки есть. Можете потренироваться, посмотреть. Может, это для вас будет удобнее, чем то расширение, которое я вам всем скидываю. Вот здесь анализ, опять, тех же самых продаж. Здесь анализ цены. Это можно скрыть, чтобы вам не мешало, допустим, вы не хотите, вы там уже посмотрели. И здесь уже начинаете работать. Также есть вот здесь, внизу, панелька такая, которую можно приподнять и все это смотреть. Так что, инструмент очень полезный. Очень полезный. И я им попользовался. И вот, пожалуйста. Сейчас переходим на мой аккаунт продавца. Вот смотрите, 10.34 я выложил пост, ну, 42 минуты назад. Кому интересно, можете поминутно посчитать, что пост был прям за несколько минут до продажи. Я скинул это, пошел пост. Но суть не в том, а в том, что, вот смотрите, вот этот продукт, который продался, я залистил сегодня, вот 14 число, 10 месяца, в 9.30 будем говорить, да, в 9.30. И ордер залетел, сейчас загрузится, спустя 2 часа. Представляете, эффективность вот этого инструмента. Просто им надо чуть-чуть попользоваться, чуть-чуть потренироваться, там, посмотреть, проанализировать. Может, у вас сразу не будет все это получаться. Но в итоге, отсюда вы возьмете столько информации полезной, что на самом Алиэкспрессе вы не найдете. Потому что Алиэкспресс, допустим, вы забили тот же поисковые ключевики, там вам выдает то, что продавалось, допустим, за последние, сколько штук продавалось за последние 6 месяцев. Вот статистика Алиэкспресс, это за последние 6 месяцев там. Это слишком расплывчато. Может, там, миллион штук он продал 6 месяцев назад, а сейчас этот товар не пользуется спросом. Мы не видим. Вот здесь, допустим, написано 5-100. Но мы не знаем, этот 5-100 когда продалось. Может, 6 месяцев назад. А сейчас не идет этот продукт, не продается. Поэтому здесь более интересная статистика, благодаря именно вот этому анализатору. По дням, по неделям, ну и по месяцу сразу он без всякой наладки здесь показывает количество за месяц. Здесь даже на месяц переключать не надо. Так что, вот это, ребята, еще один инструмент вам в помощь. Пользуйтесь, анализируйте. Можете прям категории анализировать. Ну, очень-очень полезный инструмент. Попробуйте под себя. На этом все. Всем удачи, всем пока. С вами был Феликс.